Как сделать очень теплые, простые ворота, своими руками, недорого и которые работают очень эффектно. Нужен всего лишь шуруповерт, сварочник, болгарка и слесарный инструмент, который есть у всех. Ничего сложного. Сейчас расскажу, как я это все сделал. Сначала я сделал направляющий. Это уголок сороковой обыкновенный и внутри уголка еще пластинка, чтобы ролик, который здесь отходит, ни туда не убегал в ту сторону. Так вот выглядит ролик. Сварил сверху, также из сорокового уголка. Ничего никуда не убегает. Потом сделал рамку. Рамка из профтрубы 60 на 60. Все из трехметровых я делал труб и уголков. Так вот выглядит рамка. Снизу рамки. Обязательно надо так вот сделать, чтобы ролик не был на самой. Потом покажу схемку из интернета, где это в 3D модели все сделано и там. Будет понятно, что если сделать ролик там, то ворота плотно закрываться не будут. Нужно сделать отступ и в нижней части, чтобы был ролик. Обратите внимание на расположение нижнего ролика. Его ось ложится на пол, а сам ролик немного утоплен. Это правильный вариант. Теперь рассмотрим ролик, ось которого расположена выше. При открывании угол упрется в стену. Ролик. По сути это два подшипника маленьких. 27 диаметр внешний. И гайка. В гайке имеется вот такая вот проточка. Она направляющая для троса, чтобы трос туда-сюда никуда не соскочил. То есть все сделано вот прям максимально просто. Подшипники на болту. На болту гайка, которая зажимает подшипники. И это все становится цельным, ничего никуда не убегает. Соответственно со второй стороны все точно так же сделано. Так вот идет трос. И трос идет на ролике. Через ролики противовес. И противовес всю эту конструкцию тянет вверх. И она очень легко одной рукой поднимается. Хотя ворота большие, тяжелые, с фанерой. Сверху тоже ничего сложного. Труба 30 на 30. Приварен болт. И здесь такие же подшипники небольшие. Многие делают здесь, заместо подшипников, какие-то ролики с резиновой внешней частью, чтобы потише работало. Ну, как показала практика, и так работает это все совсем не громко. Потом. Самая сложная часть конструкции. Думаю, здесь все понятно. Ничего сложного. Ролики скользят. Этот полка уголка не дает им убежать. И стоит с этой стороны. И все скользит по направляющим. Ну, немножко есть трение вот с этой стороны, вот эту вот полку. Здесь надо чем-то тоже намазывать. Самое сложное, это было сделать ролики. Готовых роликов я не нашел. Брал для Руа. Думал, из этого что-то получится. Из для Руашных роликов. Но там они просто, как ролики из детского конструктора, совершенно не внушали доверия. А поскольку здесь все-таки нагрузка будет приличная, я принял решение сделать это ролики самостоятельно из подшипников. Это подшипники. У них внешний диаметр уже побольше. Я не помню точно, примерно 32 где-то диаметр у подшипников. Это два подшипника. Они надеты были на болт, стянуты, зажаты в шуруповерт. И болгаркой выбрана у них вот этот вот паз, чтобы скользил, не скользил, катился по ним трос. Вставочка из моего тиктопа сейчас будет, как я это сделал. Важно, здесь сделан ограничитель, чтобы ворота не упали во внешнюю сторону. Конструкция эта усилена косынкой такой вот мощной. Всего четыре ролика у меня получилось. Вот так вот, ничего сложного. Противовес подобран. Это бетонные бордюры. Опытным путем вес подбирается. На карабинах с каждой стороны свой трос и все на один груз. Так вот выглядят ворота. Пока просто в пеноплексе. Тут два слоя пеноплекса. В качестве утеплителя использована теплоизоляция от труб с Леруашки. Она себя очень хорошо показала. Вот так вот по периметру всех ворот. Щелей нету вообще. То есть решение отличное. Но единственное, что, конечно, вот с этой стороны в дерево, это все обратная часть. Мне, кстати, все сделано под небольшим углом. Здесь вот такой зазор. Там вот такой зазор. Все ворота имеют вот такой вот небольшой завал. Ну, мне так захотелось сделать. Это не обязательно. Все плотно прилегает. В гараже тепло. Конструкция работает. Всю зиму у меня это проработало. Эти ворота. Так что ничего сложного нету в этой конструкции. Что по деньгам ушло, не могу сказать. Цены постоянно меняются. Могу сказать по материалу. Труба. 60 на 60. Все трехметровое. Четыре штуки. Рамка. Направляющий. Четыре сороковых уголка. Поперечины между направляющими. Тридцатая труба одна. Две полоски у меня валялись на участке. Бесплатно. Это двадцатая полоса для направляющих. Ну, там косынка. Тоже нашел кусочки тридцатой трубы. Это все можно посчитать. Подшипников. Восемь штук. Восемь подшипников. Троса. На ролике восемь подшипников. И еще раз, два, три. И еще восемь подшипников на ролике по канату. То есть, ничего тут дорогого нету. Делов, ну, дня на четыре. Это с толком, с расстановкой, с подгонкой. И на установку рамки я позвал друзей в одного ворота. Огромную рамку было тяжело ставить. Если будешь делать какие-нибудь стандартные подлегковушку ворота, там, два с половиной на два, вообще элементарно. Я делал, чтобы грузовичок небольшой мог заехать ко мне в гараж. А в следующем видеоролике я расскажу, как купил на Авито подъемник автомобильный Челябинский. Здесь я его перебрал, оживил. Теперь у меня в гараже есть царь инструмента, это подъемник. Подключил его в обычную, однофазную сеть. 380 у меня нет. Собрал сам шкаф управления. Вот такой вот. У меня мастер с техникой убил за такой монтаж, когда я учился. Синхронизация сделана на консервяхах. Все работает. Поднимаем грузовик, который где-то где-то 200 есть. Легковушки вообще на легкие заходят. Синхронизация. Продолжение следует. Продолжение следует...